Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня, как вы понимаете, мукпанк с обалденной курицей ля венги. По-моему, никогда у меня не было. Была обычная курица гриль, жареная курица, но, по-моему, ля венги никогда не было. Поэтому решила разнообразие азербайджанской кухни. Получилось оно просто офигенно. Получилось в духовке. Готовила я ее сама. Скажу вам больше. Не только готовила, но и написала рецепт на фудро. Здесь немножко еще плов добавила. Меня вообще покорил фудру. Там реально очень удобно искать рецепты. Больше всего мне нравится то, что там есть категория завтрак, обед, ужин. Если я ищу что-то на завтрак, например, я захожу в эту категорию. Если ищу что-то на ужин, уже захожу в эту категорию. Там также есть сложность блюда. Это тоже не может не радовать. Ты уже смотришь и понимаешь, осилишь ты это или нет. Правда, поверьте мне, вы осилите там все, потому что там все очень подробно. Лучшие рецепты от шеф-поваров. Всякие там лайфхаки. Чего только нет. Подробное количество ингредиентов. Например, вам нужно блюдо на три порции. И уже вы знаете, сколько чего. А то нет, сиди, гадай. Приложение абсолютно бесплатное. Ссылочку на него я оставлю в инфобоксе. Переходите, скачивайте обязательно. Также обязательно оставлю ссылку на мой рецепт. Смотрите, как получилось. По мне, очень даже хорошо. Если вы один раз приготовите курицу ля венги, то вы уже не будете готовить обычную курицу. Потому что это просто несравнимо. Реально так намного вкуснее. Курица горячая, прям пар только что из духовки. И не очень сложно. Сегодня у меня вообще было очень грустно. Могу сказать даже почему. Многие мои подписчики начали смотреть мои старые влоги с бабушкой. Чтобы как-то помянуть, наверное, бабушку. Ведь эти видео начали больше набирать просмотров. Я в аналитике это увидела. Решила тоже взглянуть. И мне так грустно стало, когда я смотрела эти видео. Я могу улыбаться, угорать, не знаю. Но иногда грусть как нахлынет. И с одной стороны так хорошо, что есть видео. Есть фотографии, куча фотографий. Когда тебе грустно, ты можешь посмотреть. Вспомни человека. Я иногда смотрю, у меня 1600 или 1800 видео. Когда я буду бабулькой, у меня будет столько ностальгии, чтобы смотреть. Внутри тоже пропеклась. Просто супер. Начинка здесь, так по секрету вам скажу. Даже с луком. Но я ее обожаю. Здесь совершенно не чувствуется лук. И очень вкусно. Раньше, когда я не была блогером, мы с сестрой с двоюродной снимали клипы на телефон. На телефоне сестры мы включали музыку. К примеру, на моем телефоне снимали видео, залазили на дерево и типа пели песни. Как сейчас помню, была песня «Максим, знаешь ли ты?» Тогда было просто хитом. И реально получалось очень даже круто. Вот сейчас я думаю, как жалко, что эти материалы не сохранились. Хотя у моей сестры есть почти все. То есть у нее все остается. И с годами. Дианочка, если смотришь, огромный тебе привет. Я ей всегда завидовала, что она очень аккуратная по отношению ко всему. Например, мы покупаем одинаковые пеналы. У нее он остается как новый, у меня уже все потерялся. Потому что все терялось. И очень жаль, что эти материалы не сохранились, потому что мы реально посидели бы и поугарали с вами. Какие я снимала клипы, когда мне было 8-9 лет. Написали нам листочки А4 слово «любовь». Берем такие, рвем. Нам казалось, что мы снимаем на уровне клипов, которые показывают по телевизору. мы ни в коем случае не думали, что мы снимаем хуже. Ну, реально была задумка классная. И в то время не было такого понятия, как монтаж. Не то, что в телефоне. Мы даже в компьютере не знали, как монтировать, не знали, что так можно. Ну, вообще, представляете, какие древние времена были. И, в общем, что мы делали? Мы нажимали на паузу. Когда ты снимаешь видео, ты можешь нажать на паузу. Я просто одновременно нажимала и на этот телефон на паузу, и другой телефон на паузу. Потому что музыка должна была закончиться, и видео тоже в один и тот же момент, потому что следующий кадр мы начинаем с другой локации. Мы, типа, были группа. Сначала я в кадре, потом она. Классные задумки. Потом, если не ошибаюсь, кто-то увидел эти материалы. Но нам не было сильно стыдно, потому что на тот период у нас получалось очень даже круто. Мы так и говорили. Мы клип снимаем. Не мешайте нам. Мы клип снимаем. И мама всегда говорила, вот, занимаешься ерундой и так далее, иди уроки учи. Я считаю, что в этом мама была очень неправа. Ребенок должен и творчески выражаться. Ребенок не может постоянно 24 на 7 только учиться. Мама ни в коем случае не одобряла любые мои творческие самовыражения. Особенно рисование. Я маме сейчас показываю свой бумажный канал. Показываю, сколько я зарабатываю на этих рисунках, казалось бы, обычных. Я маме говорю, а ты говорила, эти рисунки тебе в жизни не понадобятся. Понадобились. Даже то, что я снимала с сестрой клипы, тоже понадобилось. Опыт. опыт в кадре. Обычный плов не люблю, но настолько вкусный здесь. Я бы, например, в своей жизни прямой ребенок бы сказал, я хочу стать блогером. я бы сказала, отличная идея, мама тебе поможет. Или, например, мой ребенок скажет, я хочу стать певцом. Я не буду отговаривать, что не надо, ты ничего не добьешься, будешь в кабаках петь. У нас девочка была в универе, с нами училась, но не из нашей группа из потока. Офигенно просто пела. Ее родители, можно сказать, заставили ее поступить в экономические, хотя она всю жизнь хотела петь. И что она делала? Утром, например, мы в универе, ну, максимум до трех, до четырех. После трех, четырех шла в какие-то рестораны два, три часа живое исполнение каких-то песен. И вы знаете, на тот момент она зарабатывала очень круто. За один такой выход, ну, по крайней мере, как она рассказывала, она зарабатывала около 30 монат. Но я считаю, что это неплохо для студента, для неизвестной какой-то певицы, у которой есть талант, есть свободное время 3-4 часа. Допустим, тот момент, она не станет, например, суперзвездой. А сколько зарабатывают банковские работники? А сколько зарабатывают все остальные? у кого есть высшее образование? Не все же они зарабатывают миллионы. В общем, мой вам совет. Делайте так, как хочет ваше сердце. я по сути большая трусишка и всегда мне было страшно начинать что-то новое, начинать заново. Потому что, как правило, например, ты начинаешь что-то заново. У тебя одно, второе, третье, четвертое не получается. Но на пятом у тебя так выстреливает, что ты начинаешь офигенно зарабатывать и ты находишь свою нишу. А у меня всегда боязнь совершить ошибку. Что у меня ничего не получится, прогорю. Я вам говорила, что я бы очень хотела в магазин золота. И, по идее, у меня есть финансы на это. Но я не могу рискнуть. Вот во мне нету этого. Я боюсь прогореть. Мои проекты всегда должны получиться. И я не смогу себе простить, что вот я вложила столько денег и у меня ничего не получилось. Поэтому, наверное, каких-то крупных сумм денег мне, наверное, ждать не стоит от жизни. Но зато стабильность. Я выбираю стабильность. курица реально была обалденно вкусная. Рецепт тоже супер. Переходите обязательно в описании. Приложение абсолютно бесплатное. Скачивайте его, смотрите мой рецепт. Всех люблю. А с вами была Айка. Пока. Айка.